Значит, дальше следующая вещь, которую мы должны понять радикально, и у нас есть по этому поводу очень смешной тот же эксперимент. Значит, смотрите. Что вас больше травмирует? Ваш партнер влюбляется в кого-то и испытывает к нему глубокие чувства. Или же ваш партнер имел мимолетную сексуальную связь с кем-то. Что лучше, если он влюбится в кого-нибудь? Да. Или мимолетная связь? Просто второй вариант. Предполагаю, что он может привести в розу жизни своей девушки. Непонятно же, с кем-то переспит? Ну, и как? Ну, с кем-то переспит, и что? Понятно же, с кем. Гальновидно. Значит, что? Значит, первый вариант – это важнее всего для женщин. Потому что если он влюбится, он уйдет и оставит вас с чем? С ребенком. С ребенком. Я хочу, чтобы вы осознали сейчас эту очень важную вещь. Значит, мужчинам вот этого не понять. Это сейчас, девушки, закройте эти уши. Я мужчинам это скажу. Да вот. Значит, женщина воспринимает ребенка как часть своего тела. Понимаете, это очень специфическое. Отцу никогда не понять. Никогда не понять, что женщина, которая производит ребенка, воспринимает его как часть своего тела. Как руку или как ногу. Мы так не воспринимаем детей. Более того, из-за того, что эволюционно женщины созданы для того, чтобы производить детей. Я прошу прощения, такова правда эволюции. И поэтому это первый и главный пол. Этот внутренний ребенок, этот орган, в ней уже как бы всегда есть. Есть у вас дети или нет у вас детей. Вы ведете себя так же, как будто бы они у вас уже есть. И это ключевым образом определяет поведение. И это важнейший биологический фактор. Для мужчины, конечно, куда ужаснее, если женщина просто пошла с кем-то, загуляла и вернулась. Потому что его эволюционный риск состоит в том, что он будет воспитывать чужого ребенка. От трех до десяти процентов детей не являются биологическими потомками мужчины, чья фамилия записана в свидетельстве о рождении. И, конечно, мужчина в этом смысле очень, ну, влюбилась, ушла. Ну, что, ну, как бы сказать, как там, баба с возу кобыли легче, понимаете? Это же народная мудрость, не обманешь. А если у мужчины женщина загуляла и вернулась, то вполне возможно, что она приносит чужой генетический материал, который мужчине надо потом воспитывать. И эволюционно понятно, что дураки, которые так допускали все это безобразие, их выбились, потому что их генетический материал не дошел, так сказать. Улавливайте драматургию. Вот. Это вообще важнейшая принципиальная вещь, которую мы должны понимать про отношения. Мужчины нельзя влюбляться в других женщин. А женщине нельзя просто ходить налево. Нужно сразу влюбляться. Значит, это я шучу, конечно, но вы должны понимать фундаментально, что чувство ревности и прочее. Значит, когда мужчина увидел, что девушка просто с кем-то флиртует, ей это может быть дико приятно. Она даже вообще близко не собиралась с этим мужиком ничего делать, но он обратил на нее внимание, да, и она, как вы скажете, пошла на маневр, да, ничего не собираясь делать. Для мужчины это уже огромная травма, потому что здесь предполагается возможность измены. понимаем ли мы это, осознаем ли мы это, когда мы ревнуем? Нет. Когда мужчина говорит своей девушке, не переживай, она мне подруга просто. Знаешь, ну мне приятно с ней поговорить, душа в душу. Да? И такое вдруг внутри такое. Да? Почему? Потому что он может влюбиться и уйти. Мы не осознаем этого, и это живет в нас и влияет на наше поведение. Вы понимаете, чем друг друга пугать теперь? Да, значит, следующее, что мы с вами должны понять про самих себя. Брак. Брак. Драматическая проблема, я вам должен сказать. Сказать сразу или сказать после? Сразу. Знаете, проблема состоит в том, что брак – это социальный институт, и брак – это партнерство, и это отношение двух людей. Двух людей. А сексуальные влечения и всякие разные переживания подобного рода – это отношение не людей, а половых агентов. Вы влюбляетесь в полового агента, который побуждает у вас соответствующие эмоциональные реакции, возбуждение и так далее. И если вы на этом основании весело после этого строите отношения, то в какой-то момент вы обнаруживаете там человека. И это может быть сюрпризом. Значит, и дальше получается, что мы строим долговременные, многолетние, десятилетиями партнерства с человеком, с которым мы встречаемся часто после того, как мы договорились, поклялись друг другу в вечной любви и, как бы сказать, смерти на одном одре. И это очень важная проблема того, как у нас устроена наша сексуально-культурная жизнь. Дальше вот что мы должны понять на самом деле. Значит, у нас с вами есть невероятные запросы. Все мы живем в голове у каждого из нас. У нас в Академии Смутов там отдельное занятие есть. Значит, все мы живем с образом идеального партнера. Каждый мужчина придумал себе идеальный женский образ. Каждая женщина придумала себе идеального мужчину. Где они нахватались всего этого безумия, страшно представить. Причем, если разбирать эти образы, то вы увидите, что они совершенно нежизнеспособны. Их можно только больным воображением придумать таких рыцарей. Какая у мужчин должна быть женщина? Она должна быть дико сексуальной, просто невероятной, со страшной силой. Просто невероятно. При этом она же должна его боготворить, стоять у него за спиной, мыть посуду, воспитывать детей. Вот где это? Вы представляете себе группу Виагра, которая воспитывает детей? Вот это будет фантазия то, что надо. И, значит, и драет, полы такая, приходит он домой с пузом, она говорит, вау, несчастье началось. Милый домой вернулся. Чем тебя еще покормить? Да. Мужчины, которые ожидаются. Мужчины, девушки. Девушки же ожидают же принцев. Какие у нее должны быть характеристики? Вы уже понимаете, что не клеится, да? Не бывает такого. Вот. Если количество ваших брачных долларов, это знаменитое исследование Норма Ли, значит, таково, что вы можете позволить ей все, что угодно, то, конечно, и мужчины, и женщины поступят одинаково. Все купят чувственную кинозвезду с докторской степенью, виллой на юге Франции и с большим чувством юмора. Да? Значит, если вдруг этих долларов становится меньше, и в целом все мы находимся в их лимите, дальше различия формируются уже достаточно отчетливо. Мужчины выбирают физическую привлекательность, это ключевой параметр. Женщины выбирают статус и возможности. Почему мужчина выбирает физическую привлекательность, а женщина – статус и возможности? Дети. Мы выбираем красивых женщин, потому что для нас ощущение красоты связано со здоровьем, и мы хотим здоровую мать для своего потомства. Женщины выбирают статус и возможности, потому что это возможность воспитать ребенка и вырастить его благополучно. Да? Значит, и это правда, и это будет продолжаться всегда. Значит, я здесь привел еще одно исследование, оно мне кажется очень юмористическим. Знаете, вот вообще везде этот трубит феминизм, и вот это все, что значит это, и в Америке все, значит, вот это вся женщина, они наплевали, они, значит, вот это свободные, самостоятельные, всех видели в гробу. И, значит, теперь вопрос, если это все так, то дальше смотрим на цифры. Значит, американцы тратят 11 миллиардов в год на улучшение своей внешности. И женщинам, которым наплевать на мужиков, тратят 92% из этих средств. Они знают, что они должны быть красивыми, чтобы он их выбрал, и им важно это. И это правда, и это будет продолжаться, несмотря ни на какие культурные мифы и прочую ерунду, которые, значит, будут рассказывать. Это факт медицинский. Значит, но есть биткоины полового отбора. И это совершенно, конечно, уникальная вещь. Значит, ну, на самом деле, это сказал еще вопросом, задачился еще Чарльз Дарвин. Это же он ввел понятие полового отбора, да, вы в курсе? Ну вот, и он спрашивает, почему мы так добры друг к другу и так умны? Ну, в отличие от других приматов. Мы в целом действительно можем быть добрее других приматов, если нас не вбить в стаю. Если нас не вбить в стаю, то мы обычно устраиваем концлагерь, Бородинское сражение, Мамаево-Побоище и прочее. По отдельности мы добрее других приматов, если кто-то с ними контактировал, должен это понимать, и умнее их. Значит, вот, собственно, огромное исследование было проведено в 80-х годах Дэвидом Басом. Он расследовал 37 различных сообществ, находящихся на всех континентах и так далее. И выяснил, что ум и доброта порождены половым отбором. Потому что это самые важные вещи, которые вы выбираете, если у вас совсем мало с этих долларов или что-то пошло не так. Самое главное, что мы выищем в партнере на самом деле, это ум и доброту. То есть вот есть эти все распрекрасные вещи про то, как мы реагируем. Мужчины реагируют на самку, как ее внешность, потому что это здоровое потомство, но он не собирается с ней жить. Он собирается оставить потомство. Для него оставить потомство – это не жить с кем-то, улавливаете. Она выбирает статус и возможности, потому что им нужно обеспечить это функционирование, чтобы дети выросли. И то, что случилось с нами, когда у нас долгое детство. Если вы думаете, что женщины в целом были готовы терпеть мужиков на протяжении такого возраста времени, тоже не обольщайтесь. Они бы с удовольствием поменяли его на что-нибудь новое. Проблема, что у нас дети имеют очень долгий период взросления. Понимаете, если он в три года, ты уже все сделал, сдал ребенка, так сказать, на самостоятельную жизнь. Это одна история. А когда ты должен заниматься ребенком, вести хозяйство, школы, уроки, еще что-то, кружки, фото и так далее. Ну вот, и должен это делать до 18 лет, а то и старше. И мы оказались, собственно говоря, в заложниках этого всего хозяйства. Улавливаете? Вот почему доброта и ум становятся ключевыми факторами. Биология заставила нас больше жить вместе. Да, ситуативно мужчины, конечно, готовы повестись на всякую разную красоту, распрекрасность. Но дальше они будут смотреть, насколько женщина умна и насколько женщина добра. Думаем ли мы про это, когда строим отношения? Это очень важная вещь. Значит, ну, есть доказательства того, что это влияет, что наш интеллект, это вообще, и мы ориентированы именно на ум в половом отборе. Значит, это исследование Джеффри Миллера, мы, кстати, вернемся, там еще будет очень забавное его исследование. Значит, интервьюционный психолог тоже, значит, они исследовали слова. Короче говоря, мы, ну, это американцы, они исследовали там своих. Значит, 100 тысяч слов – это наш запас словарный. При этом нам вообще нужно 5 тысяч, и мы 5 тысячами хорошо обходимся. 95 тысяч слов у нас появляется в тот момент, когда мы идентифицируем рядом представителя противоположного пола, который нам симпатичен. Мы начинаем производить впечатление на представителя противоположного пола, используя сложные слова. Они их называют декоративные. Но они не нужны. Но мы их начинаем производить. Если мы их производим, мы что таким образом демонстрируем? Ум. Я очень сексуальный. Я знаю слово педигий. Да, неважно. Значит, ровно такой же эффект, если вы задумаетесь и связаны с музыкой. Мы единственные животные, которые чувствуют музыку, слышим и способны собирать ее своим мозгом. Мы натренировали свой мозг. Я всегда это рассказываю, потому что, чтобы понимать, как вообще фирма, в принципе, формируется наша кора, и как мы учимся производить вообще все свои внутренние образы, животные не слышат музыки. Мы с вами слышим. Да, нас с детства учат. Да, это сложный процесс. Да, научиться слушать какого-нибудь Шостаковича и Шонберга, это надо еще постараться. И что это такое? В какого ляду люди вдруг начали музицировать? Это очень сложный навык. Особенно, если надо танцевать при этом, использовать музыкальные инструменты, понимаете, вообще просто со своей головой собирать эту сложную музыку. Парень с гитарой – это на отрыв башки, да? А еще, если танцует, вообще просто параллельно вспомнить эти все песни, понимаете, про гармониста, вот это все советские. Это же просто застрелиться про войну, какое счастье, понимаете? Почему? Потому что он демонстрирует, что у него мозг-то, ого-го. Он может и то, и другое, и пятое, и десятое. Я вот не играю на музыкальных инструментах, понимаете? Может быть, и не дотягиваю. Вот. Теперь я перехожу к самому существенному в нашем деле. Да, вам нравятся они? Посередине. Значит, а что такое вот у нас есть ум, доброта, а что нам… Вот мы умные, добрые и в постели. То есть мы уже с вами избавились от всей мишуры, от сознания, от культурных напоставаний и так далее. А что на самом деле мы хотим от секса? Посмотрите на этих людей. Значит, и сейчас я вам расскажу драматическую вещь, потому что она тоже вообще ни во что не клеится. Задумайтесь. Вот тут павлин-то у вас изображен. Он мальчик. Ну, на секундочку. Самки павлины выглядят немножко иначе. Вы в курсе? А как выглядят селедини, как выглядит утка? Как выглядит мужчина-обезьян и женщина-обезьян? Почему мужчины внешне выглядят более вызывающе, чем женщины? Это немножко как-то не вяжется с нашим обычным представлением, когда мужчина должен, можно сказать, строго без всего на свете. Как бы сказать, черный пиджак, белая рубашка, черный пиджак, синие джинсы вперед-навстречу, так сказать. А женщина становится вот просто вся эта страза, вот эта шоколад, понимаете, и все. Вот. Почему? Потому что самку выбирают. Значит, тут существенный вопрос. Правильный осок. Значит, вот этот павлин не может напасть на самку с привлечением ее к сексуальной близости. Она умчится. Но они летают. Он ее где прижмет? Каким местом? Ловите, да? Это существенно. Ему нужно, чтобы она его захотела. Мужчине нужно, чтобы самка его захотела. Поэтому, если она его не захочет, то как он продолжится в веках? Мужчинам в нашем обществе тоже нужно, чтобы самка их захотела. Потому что, если это безбудит, то дальше будет этот Вайнштейн. Да? Она должна захотеть. В противном случае могут быть сложности, так сказать. Карточный домик мой любимый прикроют. Сукины дети. Что они творят? Ну вот. Значит, да. Шучу, но это существенно. Значит, как реально происходит такование у тех же этих самцов? Они выделяют все очень небольшие куски. Нарезают территории. Я, кстати, видел этот процесс в кибуце в Израиле. У них там был кибуце. Я еду на экскурсию. Там они живут таком поселением же. У них прям были эти огромные планта. Они зачем-то выводят этих вот. Значит, они встают все. Каждый занимает свою территорию. Раскрывают хвосты. А самки ходят вот так вот по периметру и смотрят. Ну, искусно что-то на голову наклоня. Как там, да? Вот. Значит, на бок голову наклоня. Они так ходят, ходят, ходят. И вот в тот момент, когда они увидели самого впечатляющего мужчину, который вот раскрыл свой хвост уже просто до безобразия, вот. Она просто переходит в его квадрат. и, собственно говоря, таким образом сообщает «мы пара». За счет чего она переходит? Она что, эстет? Ну, там осмотрела, ну, как-то хорошо, красиво. Нет, она переходит в этот квадрат, потому что этот самец вызывает у нее ощущение такой отропи. Она готова ему отдаться. Она чувствует его мощь, его психологического воздействия. Задача самца – произвести впечатление, от которого она не устоит. И это то, что женщины ждут от мужчин в постели. Они ждут ощущения, что у них нет сил ничем сопротивляться этому. Это настолько все хорошо, что все, понимаете, случилось. И это ключевое, что ожидается. И именно мужчины поэтому должны быть этими существами, которые производят это ощущение восторга на женщин. А что происходит в нашей распрекрасной культуре? Восторг на мужчину должна произвести женщина. Вы улавливаете драматургию. И делается все возможное для того, чтобы произвести этот восторг. Значит, 10 сантиметров красоты, понимаете, накладные ресницы. Вот что делается с пальцами, я даже боюсь иногда, как бы сказать, цап-царап. И так далее. И женщина думает, что она таким образом, как бы сказать, производит восторг. Что, в общем, далеко не всегда очевидно так. Но вот это желание произвести восторг – это мужская функция. Покорить мужчину – это мужская функция. Дальше мы производим конструкцию, при которой мужчины сначала воспитывают женщины. Мамы, бабушки, тетки. Значит, врачи у них – женщины. В детской комнате милиции, когда их загребут, тоже им женщину выдадут. Значит, но вообще во всех племенах есть очень важный период, когда ребенок там более-менее становится, там, как бы сказать, бегает своими ногами. Его инициируют, его переводят в мужскую конструкцию и дальше, чтобы он воспитывался с мужчинами. У нас происходит огромное социальное давление, авторитета. Учительницы женщины, педагоги женщины и так далее, и так далее, и так далее. Они подавляют эту мужественность. А после этого, даже в сексуальной жизни и в сексуальных отношениях, женщины пытаются их фрустрировать ярким боевым раскрасом. Значит, короче говоря, у нас с вами, мы должны четко понимать, в чем, собственно говоря, потребность. Потребность у мужчины реальная – производить впечатление на женщину. И вы должны это сообщать ему, для того, чтобы он не фрустрировался. Вы же ему сообщаете, что он должен хотеть. Помним первый гарвардский лужайку, да? А восхищаться ему, зачем восхищаться? Я тут королева Бала. А он должен быть королем. Тогда он будет хотеть это, так сказать, производить со всем энтузиазмом и пылом. Как вы хотите, на самом деле. Да. Значит, ну, это вот, чтобы мы понимали, насколько все пошло не так. Продолжение следует... Продолжение следует... ...